Илья, очень высокий игром ФМ сегодня соперник задал. Как удалось ему справиться? Не может быть, но хорошо, что не растерялись. Женя и Ваня их, опять же, выручил. В большинстве хорошо сыграли. При 1-3 тоже не развалились. Здорово играли и сравняли счет очень хорошо. В принципе, по такой игре двое дешевле пропускать в течение минуты – это тяжелый психологический удар для команды? Ну, мы где-то чуть выпали из игры. Какие-то первые, наверное, минут 5-7 во втором периоде. У нас пошли удаления ненужные, по клюшкам бить – это смысл. И получили по этому голы, и все, в принципе, по игре было. Можно ли сказать, что на данный момент это был самый напряженный матч для вас и для команды в этом сезоне? Хороший матч, очень хорошая команда ЦСКА. Мы это все говорили и перед игрой. Так что мы еще три раза с ними будем играть. Андрианов, Данила, утерянные вами документы находятся в камере хранения дворца. Андрианов, Данила, утерянные вами документы находятся в камере хранения дворца. Ему жить ему виднее, поэтому он этими эмоциями себя заводит. И заводит соперника. Но хорошо, что мы справились, потому что можно было сбиться на какую-то провокацию. А так, он игрок экстракласса, он все не показал. Все три гола, которые они забили, были при его участии. А забито будет как-то на вас повлияло? Ну, показалось, что не повлияло, судя по тому, что вскоре забили. Ну, хотелось забить, сравнять счет, потому что хороший момент был Калина. В принципе, в первой смене он такой пропустил удар очень приличный и молодец. Собрался своим примером, показал, как надо терпеть, играть до конца и здорово отдал мне. Очень хотел забить. Но у них очень хороший вратарь, который, наверное, разгадал, что я хочу делать. Поэтому, хаймал шайб. После своей первой заброшенной шайбы вы подъехали к скамейке, начали подбадривать ребят. Чувствовали, что командный дух как-то падает? Да не, ну я же сказал, мы первые 7-5 минут проспали второго периода. Просто выпали из игры все. Сидели на лавке, носы повесили. Этого мы не можем брать передышки в таких играх с такими командами. Еще недавно в такие матчи газеты пестрелись с головками. Там Ковальчук против Радулова. Сейчас этого не было. Вы как оцениваете вот эту историю, что все-таки какие-то персональные противостояния переходят именно в командные? Да, это нормально. Это же ваша журналистская работа такая. Как-то мотивировать болельщиков, зрителей, телезрителей. Поэтому это все нормально. Это профессиональный спорт. Это часть этого спорта. Но сегодня можно было очень много народу выделить. И у нас тот же Панарин, который забил здорово, Кадекин, который отдал Жене Иванников, опять же. К Андрею Кутегину, который очень важный гол первый забил. Поэтому такую игру невозможно выиграть в одиночку. Здесь выигрывает команда и проигрывает тоже. Биле, когда был тайм-аут, СССР в конце матча, Вы что-то очень эмоционально говорили ребятам. Переводил просто. Нет, Вячеслав Аркадьевич говорит по-русски. И были на поле иностранцы, поэтому нужно было перевести. Такое впечатление, что Вы эмоции добавили в перевод тоже. Ну ничего, молодцы, они вышли, здорово отыграли, не дали создать ничего. Поэтому это самое главное. Ну что, хитрик не удалось сделать сегодня. Ну ничего страшного, придут они еще, все впереди.